Рабочие бригады конструируют ограждающие бортики и проливают водой будущие горки, в том числе и самую большую – 30-метровую. Она почти готова. Толщина ледяного ската, согласно техзаданию, не менее 25 сантиметров. Осталось лишь выровнять сколы, и горку можно будет опробовать. В центре площадки монтируют ель. Из ледяных глыб художники скоро вырежут главные новогодние фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Напомним, что устройство ледового городка обошлось местному бюджету в 2 миллиона 20 тысяч рублей. Плюсом потребуются и дополнительные средства на последующее обслуживание площадки. Так, 300 тысяч рублей будет выплачено за охрану городка частному предприятию корпорации «Глобус». 150 тысяч – компании «Электропрофи» за демонтаж снежно-ледяных конструкций. За 100 тысяч рублей фирма «Триада» обеспечит фейерверк на открытии городка. В этом году ледовый городок будет радовать солдинцев целый месяц до 23 января. И за это время многочисленные лампочки, гирлянд и фонарей сожгут предварительно около 10 тысяч рублей. Это дополнительные затраты для городского бюджета. Плюс содержание городка обойдется еще в 60 тысяч. В общем, новогодняя сказка изо льда – удовольствие хлопотное и недешевое, но очень нужное. Ведь где, как ни в снежном городке, можно получить порцию сказочного зимнего настроения.